Напомните, сколько уже прошло с тех пор, как Зеленский внезапно стал патриотом Украины и начал вводить налево и направо санкции против пророссийских политиков и телеканалов в Украине. Если мы не ошибаемся, то уже без малого месяц, как Медведчук и его Оксанка, должны сидеть в Лукьяновской тюрьме или на легендарных подвалах СБУ за финансирование терроризма. Или, может, мы как-то невнятно растолковали для себя понятие санкций за терроризм, и вот спустя почти месяц после того, как санкции были введены, что мы видим, а ничего. Кроме того, что теперь поломница Ксюша Медведчук начала свое поломничество в украинскую политику, а ее супруг даже не чихнул по поводу санкций и даже не совершил для приличия попытки уехать из страны. Короче говоря, все обвиненные чувствуют себя более чем вольготно, продолжая зарабатывать, тратить и все так же финансировать подрывную деятельность против Украины. Мы предполагали, что так будет изначально, но вот спустя месяц против прогремевших санкций мы хотим спросить у всех тех, кто уверовал во внезапный патриотизм Зеленского. Вам не кажется, что вас и нас снова, мягко говоря, обманули, хотя тут уместнее слово покрепче? А ведь не забывайте, что после внезапного патриотического озарения комика произошло не менее знаковое событие, а именно американские санкции против Коломойского. И что мы видим по этому поводу? А мы видим, что Зеленский и его офис будто испарились и в упор не замечают санкций в отношении олигарха, которому Зеленский обязан должностью президента. Уже прошла неделя с тех пор, как США объявили Коломойского и его семью персонами Нонграта. Уже даже Евросоюз поддержал санкции против задолбавшего всех своим беспределом олигарха. А за какой реакцией украинских первых лиц наблюдают жители Украины? Интервью туповатого пресс-секретаря Мендель, которой, похоже, самой нужен пресс-секретарь, чтобы она не выглядела идиоткой в глазах мирового сообщества. Мы ни разу после американских санкций не услышали фамилию Коломойский ни от Зеленского, ни от его окружения. Против него, как это не смешно, санкций нет только в Украине. Но знаете что? Мы даже немного понимаем Зеленского. Ведь вводить украинские санкции против Коломойского – это же все равно, что вводить санкции против самого себя. Надеемся, ни для кого не является секретом, что Зеленский – давний и близкий партнер Коломойского. Другими словами, у них даже деньги общие, ведь Зеленский работал на канале Коломойского, а следовательно получал от него бабло сомнительного происхождения. Ведь и не будет же в самом деле олигарх платить своей шестерке чистыми деньгами. Получается, что если Зев ведет санкции, аналогичные тем, что наложили на беню Соединенные Штаты, он сам окажется соучастником и таким же самым коррупционером и вором. А добавьте сюда еще и то, что Коломойский-то сейчас заправляет в украинской энергетике, а покрывают его люди в администрации ЗЕ. То есть у нас коррупция чистой воды в связке Зеленский-Коломойский. Вот на какую растяжечку поставили Зеленского санкции США. И вот почему мы не удивлены, что он так долго отмалчивается. Сказать-то и сделать по сути нечего, ситуация практически безвыходная. Или ты вводишь санкции против Коломойского и в таком случае признаешь себя подельником, или ты не вводишь санкции и тогда идешь на прямую конфронтацию с ключевым союзником, и все равно признаешь себя подельником вороватого олигарха. Мальчика ЗЕ большие дяди большой политики взяли в такой оборот, что для того, чтобы забыться, не хватит плантации всей Колумбии. А тут еще Беллинкэт шуршит по Киеву, снимая последние эпизоды сериала под названием «Зе Энд». Конечно же, в такой ситуации трухать будет не только Зеленского, но и его пресс-секретареныша, которая наговорила откровенные лабуды, взяв хоть немного удар на себя. Резюмируя, скажем, что с импотентных санкций ЗЕ против Медведчука насмехаются даже подельники Зеленского. Например, спикер ВР Разумков, который за санкции не голосовал, поскольку одного с Медведчуком поля ягода. И вот теперь он позволяет себе заявление в духе, а чего это у нас террористы под санкциями свободно шастают по Киеву, если должны быть задержания. В общем, с санкциями получилось, как в фильме про Мюнхгаузена. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Другими словами, клоунада с комиком во главе продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok